Девушки отдыхают через несколько секунд. Девушки отдыхают Добрый день, Виктор. Здравствуйте. Вы знаете, я всегда завидовала людям, которые чем-то очень сильно увлечены. Например, я очень всегда завидовала болельщикам, которые могут очень яростно и страстно за что-то болеть, например, за свою команду. Вот то же самое, что с вами, да? И знаешь, что вы большой поклонник команды «Динамо». Да. Как так вышло? Я считаю, хобби такая штука, которая помогает не сойти с ума тем, кто очень много работает. Вы знаете, у меня ненормированный рабочий день, работаю я иногда и 20 часов в сутки. И вот чтобы действительно не зайти в эту музыкальную, музыкальный вихрь, есть такая вещь, как хоккей, где я могу себя постоянно отрывать от этого. И это, наверное, единственное, что меня спасает и физически, и морально. Ну почему Динамо? Это другой разговор, это уже бренд. Я вам больше того скажу, это ерунда. Я болею за Динамо в хоккей и за Спартак в футбол и не считаю это... Изменой? Не считаю это изменой. Когда Динамо победила в Питере, какие у вас были ощущения? Ведь Питер, по большому счету, родной город ваш. Я считаю, что здесь... Причем здесь город? Ну город, ну хорошо, но... Ну просто иногда люди, когда вырастают в каком-то определенном городе, они, соответственно, выбирают себе команду, которая, например, в этом городе является самой главной и любимой. А у вас так хоккей Динамо? Я много по миру поездил, пожил везде, и поэтому не упираюсь. Может быть, это кто-то меня осудит за это, а кто-то поймет. Вот поэтому Мальцева люблю, уважаю и считаю. Знаете, есть... Харламова любил себя, вообще считаю, за сборную болел с детства. Сейчас такое есть? Да, да, конечно, и переживаю вообще, конечно. Сейчас приятнее болеть за сборную, чем лет 10 назад. Почему? Потому что сборная... Они стали сильнее за 10 лет? Они стали патриотичнее, менее зависимые от денег, мне кажется. Как это понять? Не знаю, по игре. Я дружу со многими, вот Илюха Ковальчук и все, просто настрой. Можно выиграть, можно не выиграть, это другое дело. Вопрос, как вот ребята настраиваются на это. Да я сам играю в хоккей же, там, 2-3 раза в неделю, поэтому... Поэтому жена мне говорит, я уже теперь не понимаю, ты хоккеист? Или композитор? Или композитор? Или хоккеистов, свободное от хоккея время, ты композитор? Потому что если я там 2 раза как минимум отыграл в хоккей и пару раз сходил на матчи, вот ей до сих пор не понять, почему я орал весь вечер от счастья, что Динамо выиграла. И все, она говорит, ну так выиграла, все, закончилось же. Я говорю, нет, а сейчас они опять играют. Я говорю, сегодня пойдем смотреть, а потом они еще в Москве играют. Она говорит, ну вот как в теннис, там раз сыграли, выиграли, все. Я говорю, нет, там 4 раза надо выиграть. Но она считает, что это просто очень подлая схема вообще для жен. Вы сказали, что занимаете хоккеем 2-3 раза в неделю. Откуда время на это? Сил-то не хватает. Со мной занимаются такие же, и поэтому либо поздно вечером, либо рано утром. Тоже сходит с ума, потому что, например, у меня в 4 съемка закончилась, а в 7 по будильнику я все-таки встал и в 8 был на катке. Вот это да. Ну и что, зато в 10, когда ты позанимался, пропотел насквозь и поиграл уже, в 10 ты чувствуешь себя огурцом, настоящим мужиком. Я читала в одном интервью, что папа отказался вам покупать коньки в детстве. И вы так и катались на валенках. Прямо как в анекдоте. Потому что я был хулиган, я плохо учился, вернее, я хорошо учился, я плохо себя вел. Я дрался, там, любил спорт очень. Но вот все наказания были вот именно в отношении спорта. Вот поучил, я помню, все тройки какие-то, что-то плохо. И поведение ут или не ут, я уже что-то не понял, что-то очень плохое. И вот как у него с этими коньками, и так в жизни у меня не было коньков. У меня были какие-то по наследству хоккейки, которые, знаете, вот так вот ходят. А в то время же были бота с коньки, появлялись, и там ребятам покупали, других вообще не было. То есть это не папа не любил хоккей, это было просто воспитатель. Папа любил хоккей и любит его так же, как я. Но коньки он мне так и не купил. И вот, представляете, мне пришлось уже в зрелом возрасте, всю жизнь, правда, играл в валенках, все в коньках, а я в валенках бегал. Может, не надо было изменять стиль просто до конца? Думаете, и сейчас... Представляете, какой был. Ну, с моторчиком, если только сейчас уже. То есть первые коньки появились в каком же возрасте? Ох, зато я себе могу себе. Зато у меня есть друг, тоже играет в хоккей, тоже очень важный дядька. У меня сейчас родился сын, у него была точно такая же ситуация. Ему отец в детстве не купил коньки, но у них просто не было денег. Сейчас он миллиардер, и когда только у кого-то что-то рождается сын, он мне первое привел. Вот у меня был день уже Даньки, один день. И он пришел, подарил маленькую клюшку и коньки, самые навороченные, вот такие вот коньки прям. И мы сидим с ним, и у нас с ним одна и та же история. Он говорит, я теперь всем детям, всем мужикам по конькам. Вот очень здорово, когда, например, в тех же зарубежных матчах идут такие классные музыкальные перебивки. Помните, Орган играл, я не помню уже где. Я хотел везде в НХЛ. Это же классно. Я хотел, кстати, даже на Динамо, в принципе, у меня была идея, я бы сел и сам бы играл на Органе. Я все это знаю, и я бы всем калинку-малинку бы выводил. Но вот тут как раз удручающее положение Лужников, на мой взгляд. Акустика плохая? Акустика отвратительная, ее нет просто, считайте. Ничего не поставить, нет ни камеры. Ну, если сказать, кто-то скажет, вон там, в углу, видите, там вот пятнышко, дробушь сидит там, на Органе играет. Я такой, тын-дын-дын-дын-дын-дын. Ну, это как-то убого, понимаете? А вот если бы они могли сделать, там, как в зале, поставить Орган, Камеру, все там, чтобы это было убедительно, я бы с удовольствием, мне не западло. Я бы играл, единственное, жалко было, я уже говорю, а как же я буду смотреть? Ну, то есть... Плазмочку организовать, крупненькую? Нет, ну, все-таки хочется болеть, а тут, тут все-таки надо следить, это же как на работе, тут раз... Такой хоккейный тактен, да? Та-да-дам, 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 ну, вот мне, честно говоря, было бы даже приятно это сделать. Я бы одну игру отыграл сам или организовал. Кстати, я нырнул в это дело, я вот сейчас постановочку музыки хочу сделать такую, чтобы... Все-таки хоккей должен быть шоу, вы правильно сказали? Вот в НХЛ. Я ходил на Флориду несколько раз, пока там жил в Майами зимой. Это шоу. Это шоу, когда люди ходят с семьями, с детишками, когда есть все для того, чтобы получать удовольствие. У нас это прям такая какая-то угрюм-река, знаете, все в Питере, вы посмотрите, народ ходит с семьями. С ватой, с этой сладкой, со всей хренью вот этой вот. С семьями они получают удовольствие. Красиво, сиденье хорошее, свет красивый, музыка играет. Получают удовольствие, эстетическое в первую очередь. Все-таки в Лужниках удовольствия особого не получишь. Там вот он располагает вот к этому. И то же самое с музыкой. Поэтому как минимум вот следующий год и музыка должна соответствовать. Я все-таки считаю, что сначала там такая, потом дэнс, третий период вообще должен на роке быть основан. Потому что эмоциональное состояние надо поддерживать музыкой. Хоть как-то, да. Оно должно соответствовать. А когда бывает, там войнушка идет, там Радулов по морде всем бегает, бьет какая-то. А играет... Вот кто включил? Я тут чуть переругался даже с парнем, который... Большой фанат Динамо, который занимается музыкой. Очень хороший парень оказался. Хочу просто все свое ноу-хау ему передать. И вместе с ним в следующий год сделать самое лучшее музыкальное оформление в Лиге. Виктор, создание КХЛ, вам кажется, это благо для российского хоккея? Это самая главная придумка вообще, которая помогает, я считаю, нашему хоккею быть на высоком уровне. Потому что, вы знаете, вот можно взять самого лучшего футболиста или хоккеиста, поместить его в слабую лигу. И он быстренько подтянется к слабым. Я считаю, что для того, чтобы наш хоккей был на самом высоком уровне, вот нам нужна такая континентальная хоккейная лига. И очень здорово, что ее руководители развивают ее. Это не громкие слова. Это действительно то, что нам надо. Чем сильнее будет лига, чем она будет разнообразнее, чем больше мы можем себя пробовать там со словаками, еще с кем-то. Это же все-таки сильные страны со своими традициями хоккейными. Тем лучше, тем будет лучше нам. Потому что уровень, если мы будем находиться на уровне там своем, и постоянно кто-то будет побеждать у слабых, потом мы выходим на уровень канадцев или там шведов, или еще кого-то, и все. И мы увидим, как это плохо. Поэтому КХЛ – это суперидея. И дай бог, чтобы она еще развивалась. Мне вообще кажется, что это же не финальная история. Мне кажется, еще какие-то страны должны. Надо вообще финнам закрывать вообще у них эту финскую лигу, и лучшие команды, там, йокери, ТПС переводить к нам. Тогда совсем будет хорошо. И вот появление канала вашего – это тоже хорошо. И я знаю много мужиков, у которых этот канал… Знаете, как у женщин или в барах работает фэшн-тиви? Вот теперь у мужчин фэшн – это КХЛ-ТВ. Прямо вот все время работает, даже без звука. И хорошо, и всегда все одним глазом сидят и смотрят. Я даже критически где-то, я говорю, вот мы сидим у Сафронова, он со мной разговаривает и смотрит матч «Динамо», который прошел неделю назад. Я говорю, ты что, дурак? Ты что его смотришь? Ты его смотрел там, ты его уже раз в 10 смотришь? Он говорит, да. А я не могу. Вот сейчас они гол забьют. Но это хорошо, что он может себе это позволить. Значит, у него есть свободное время. Но это значит, у вас есть свой зритель. Вы как-то сказали в интервью о том, что даже если ты, условно, даже если ты очень крутой композитор или очень крутой спортсмен, то не стоит почивать на лаврах, потому как время быстротечно, да, и все забывается. Если, допустим, наши спортсмены сейчас победят на том же чемпионате мира, что вы можете им сказать? Как им следует себя вести? Ну вот иногда, да, если рассматривать этапы чемпионата мира как подготовку к Олимпиаде, иногда победа может худшее дело сделать, чем поражение. Потому что все-таки поражение несет за собой выводы, а победа только радость. И такая, а, все, два пальца в небо, и все. Опаньки, корявая шапка Каракулева. И все, и могут успокоиться, сказать, так, мы выиграли здесь, а выиграть надо там. Ну, я не знаю, надо выиграть и там, и там, по большому счету. Но в любом случае нужно всегда быть в форме, в первую очередь здесь. Это легко говорить, это трудно сделать, потому что, как сказал Высоцкий, каждый съел почти что поровну харчей, но судья не зафиксирует ничьей. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok